Еще совсем недавно этот киоск обеспечивал людей свежей прессой. И теперь он здесь, на так называемом кладбище киосков. Купить пирожок или гамбургер мы можем на каждом шагу. А что же делать с информационным голодом? Попробуем достучаться. В 2011 году у Брянск-Союз-Печати была возможность застолбить места, добиться внесения киосков в постоянную дислокацию. Однако момент был упущен. Все подумали, договоры продляются по инерции и исправно платили аренду. В 2016 году киоски попросили с насиженных годами мест. На сегодняшний день мы получили 61 уведомление. То есть это уведомление об освобождении земельных участков, на котором расположены наши киоски. Восемь из них уже по решению суда в Окинском районе демонтированы. Основная причина, что у нас нет договора на размещение, теперь на размещение, на землю. С 2012 года мы стараемся решить эту проблему. Ситуацию с киосками для прессы взяли под контроль в правительстве области. В рейде по экс-местам Союз-Печати принимали участие представители управления строительства и благоустройства городадминистрации, торговли по Фокинскому району, управления имущественных отношений, департамент внутренней политики области. Следующим этапом мы своевременно не освободим. Это понятно. Во-первых, это по срокам невозможно. Это большие финансовые затраты. Во-вторых, я буду до последнего бороться, чтобы жители города Брянска могли своевременно покупать, имели возможность такую, покупать свежую прессу. Приехали на первую точку и выясняется, на том месте, где по закону убрали Союз-Печать, стоит ларек с пирожками, который, к слову, также находиться там не должен. Однако запах типографской краски сменили ароматы печеных булок. И самое главное, никто не против точек быстрого питания. Но если одним можно, почему другим нельзя? Так вот, объясните мне, пожалуйста, вот сейчас есть объявление в адрес и Союз-Печать, и в адрес Фокинской администрации, в какого плана? Что мельница на данный момент, на том месте, где раньше находился киоск Союз-Печать, разместила свой киоск. Они заняли их место? Они заняли их место или не заняли? Вопрос. Такой информации я на сегодняшний день дать не могу. Потому что, насколько я знаю, мельница здесь не должна стоять. Вопросы продолжились. Улица Минджинского, рядом с гимназией номер один. Здесь стоял киоск Союз-Печать. Причем стоял 20 лет минимум. Какие нормативы были нарушены? Почему киоск все-таки убрали? Опять-таки, внятного ответа нет. Киоск на остановке возле железнодорожного колледжа. Тоже не попал под нормативы. Убрали. А пирожки неприкосновенны. Эти ларьки продолжают работать. Хотя, для всех нормы одинаковые. Определяется наличие или отсутствие инженерных коммуникаций. Как подземных, так и наземных. И когда эти коммуникации присутствуют, естественно, в их охранных зонах запрещено размещать какие-либо объекты. С Союз-Печатью будем работать и дальше в рабочем порядке. Стараться определять им подходящие места. Но, думаю, что надо отметить, что власть городская относится ко всем объектам одинаково. Будь это Союз-Печать, или индивидуальный предприниматель, или еще какое-то юридическое или физическое лицо. Правда, сейчас подходящих мест нет. Так ответили в управлении по строительству городадминистрации. У нас 300 работников, которые останутся без работы. За этими людьми стоят семьи, дети. Почему на это не обращается внимание, я не понимаю. Тем более, что есть закон о доступности печатных изданий населению. Согласно постановлению правительства России номер 291, на 588 жителей должен быть один киоск по распространению печатной продукции. А в Фукинском районе жителей 80 тысяч. И многих новость о вытеснении киоска в Союз-Печати возмущает. У нас очень много поколений пожилого поколения, у которых нет возможности получать информацию по интернету. Такая возможность есть только у молодежи. Поэтому я считаю, что надо думать прежде всего о наших родителях. Вот он, последний киоск Союз-Печать в Фукинском районе, оставшийся в схеме размещения стационарных торговых объектов. Есть еще три, но скоро они присоединятся к своим товарищам по несчастью на кладбище киосков. Так что, пока есть возможность, воспользуемся. Советский спорт, пожалуйста. Итог рейда – разработка пути решения проблемы. Без вмешательства региональных властей город элементарно не выполняет федеральный закон. А потому меры по спасению Союз-Печати срочно будут рассмотрены на уровне правительства области. Андрей Мамошин, Владимир Сидоров. События. Брянск.